Радио Болтком У нас тема о красивом, о прекрасном, об архитектуре И гость наш сегодняшний в студии это Виктор Бенедиктович Римша Главный архитектор проектного института ЛАД Гипропром в течение многих лет Автор многих знаковых проектов для нашей страны И один из них это Сигултская бобслейная трасса Уникальный вообще объект и не только для Прибалтики, но и для всего Советского Союза Наверное это была первая Сан-Бобслейная трасса такого класса в Советском Союзе Итак, Виктор Бенедиктович, добрый день, уважаемые радиослушатели Мы работаем в прямом эфире, если вы хотите или будете иметь какие-то вопросы по ходу нашей беседы То можете звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 Виктор Бенедиктович, в первую очередь, конечно, ваше имя связано с такими значительными объектами для Латвии И ваша дочь Рината Римша, автор огромного, очень информативного сайта «Замки Латвии», Которая проехала их все, которая подняла материал литературный, научный, исторический И вот выложила это все для широкой публики Тоже, может быть, недостаточно еще оцененный обществом проект, но очень-очень значительный Я бы хотела, может быть, вернуться или начать наш разговор с самых ваших ранних лет, то есть с вашей семьи Как у вас возникла идея об архитектуре, где вы росли, почему у вас возникла эта тяга к прекрасному? Ну, я сам из города Давгов пился, это первое Учился во второй средней школе Там у нас был прекрасный учитель по черчению и рисованию С фамилией его залетило И практически мы с ним даже часто выходили на природу На пленеры Да, масляными красками работали, не только рисунок Еще в советской молодежи два рисунка, я только не помню Там где-то пятьдесят, по-моему, третий или какой были опубликованы Правда, премий тогда никакой не было за это И, собственно говоря, вот занимаясь рисованием, как-то пришла мысль не сразу, но где-то в последнем, возможно, десятом классе Тогда мы заканчивали школу десятилетка Ну, я съездил в Москву посмотреть, какие там требования Бархи Да, бархи В институте Ну, вроде мне показалось, что по силам, что я могу, допустим, рисовать и чертить Ну, так, значит, получилось в 56-м году Я поступил в Московский архитектурный институт И закончил его в 62-м году прошлого столетия И получил, ну, наверное, с некоторой просьбой направление сюда, в Ригу Обычно этот институт был, как бы, Российской Федерацией И он распределял студентов по России Ну, я обратился с просьбой, мою просьбу удовлетворили и направили сюда, в Ригу И вот с 62-го года я работал в институте ЛАД Днепропром до 92-го года Первые, первые, как бы, годы это был архитектор, затем старший архитектор Руководителем группы проработал, главным архитектором отдела И в 75-м году был назначен главным архитектором института Ну, за все эти годы, начиная с самого начала, я активно участвовал в конкурсах Вот Первый конкурс, который я выиграл, это дом быта на улице Бриба, сейчас ранее это Ленина Второй конкурс А то есть это Ригас Модес здание? Да, теперь Ригас Модес В конкурсах я способствовал, наверное, и своему, как бы, росту, с одной стороны, как профессионала, так же и по лестнице карьерной Вот это так Ну, далее, собственно говоря, все 10 лет, все 10 лет я участвовал во всех конкурсах здесь, в Латвии По всем конкурсам, ну, первого места не было, но были, допустим, научная библиотека, научно-техническая, то, что сейчас На Тейке, да? Да, там, да, там я занял третье место, вот, но не только как один Вот первые два конкурса я, как бы, индивидуально один сам участвовал Далее в содружестве с таким архитектором, как Арвид Пургалис, мы с ним почти все конкурсы дали и участвовали Там, где научная библиотека, тогда еще участвовал в том же конкурсе вместе группа Тогда главный архитектор строительного отдела Исаак Рахлин И главный архитектор технического отдела Яков Шапира Вот мы этой командой заняли третье место по библиотеке А что предусматривал Ваш проект? То есть оно сразу, ну, как бы, как описывались тогда условия проекта? То есть этажность задавалась, какой-то объем здания? Нет, этажность не задавалась, это уже зависело от автора От автора Ну, я могу сказать, первые премии в то время занял по библиотеке, это проект Асариса, главного архитектора города Риги Вы знаете, он, наверное, подошел довольно мудро, надо отдать должное Он, чтобы меньше занять участок земли, он как раз предложил высотное решение этой библиотеки Если кому интересно, может посмотреть Наш проект, он был несколько, как бы, больше занимал площади И из-за этого там нужно было возможность снести несколько индивидуальных домов Могу откровенно сказать, против нашего проекта Частники почти все писали отрицательный отзыв То есть процедура была та же самая, что сейчас? То есть проект выставлялся, типа, на общественное обсуждение и можно было дать отзыв? Да, ну, так это было Но все-таки жюри оценило наш проект довольно высоко, я считаю, третье место А предусматривал такое место, какую-то денежную премию? Премии были, могу сказать, денежные премии в советское время за конкурсы были минимальные Они, по существу, не оплачивали тот труд, который был Это откровенно могу сказать Но, может быть, останавливаться на последний конкурс, в котором я участвовал И как руководитель участвовал Киселёв, Игорь Киселёв и Арвид Пургалис На проект оперного театра в Софии И мы там получили поощрительную премию Это международный конкурс Там было 40 участников Вот среди всех участников Ну, мы заняли как бы поощрительное место Но на этом, собственно говоря, участие в конкурсах Ну, как бы, я уже не участвовал Не участвовал Ну, просто уже времени не было, видимо, загружены были работы Вы знаете, во-первых, меня назначили на должность новую Особенно первое время это занимало много времени Потому что нужно было не только заниматься Как бы отдельными зданиями Я, собственно, больше уже как бы контролировал Давал идеи какие-то Если условно меня не удовлетворяло то решение Что бы приносили другие архитекторы Вносил какие-то поправки и так далее В некоторых случаях довольно существенные В некоторых случаях довольно такие Косметические Локальные, косметические и так далее Все это раз И требовало времени Кроме того Я был ответственный за проектирование промышленных узлов В городах Латвии И в Ридии, и в Резакне, и в других Кроме того Был период, когда Начали рассматривать вопросы экологии Так И По существу Со стороны проектного института Я был как бы ответственный По промышленному и так далее Могу сказать, что Открылась интересная картина Когда вот начали рассматривать Все эти выбросы по экологии Роза ветров и так далее Честно говоря, Латвию больше всего загрязняла Литва Почти у наших границ Был построен это Акминянский цементный завод Который пылил вовсю Божитяйский нефтехимический завод Роза ветров со стороны Литвы И это все словно Латвию И кстати говоря, атомная электростанция, которая была Безогеноса Тоже Роза ветров, если случится что-то Накрывала бы Латвию всю И кстати говоря, течения морские От побережья, будем говорить, Литвы Это все шло в сторону Латвии Вот это все как бы довольно четко обнаружилось Цифры я боюсь приводить Вот, когда мы рассматривали эту всю экологическую Обстановку в Латвии Вот Кроме того Еще Ну это я больше Как соучастник Мы разрабатывали полигон захоронения Токсичных отходов Вот Это то, что в Балдене или другой? В Балдене это Родоновые эти отходы и так далее Нет, это То, что предприятия многие Ну работали, допустим, с химией и так далее Все это Знаете, вывозилось Так Неизвестно куда Мы разработали этот полигон институт Вот, я в этом тоже активно участвовал И он был расположен вблизи Ну не вдалеке Как бы реки Огры И так далее После этого посыпались протесты Вы знаете его, по-моему Хотя все было предусмотрено Первый выбор участка Там глинистые грунты Которые не пропускают воду Кроме того Была предусмотрена На мой взгляд Пятикратная Изоляция еще Днище этого и так далее Но Это как-то не пошло Люди Ну, никто же не хочет Около себя иметь Какие-то Отбросы и так далее А какие-то были годы? Это Восьмидесятые Уже восьмидесятые Восьмидесятые Конкретно я боюсь назвать год Но это восьмидесятые Вот Ну, то есть этот полигон не был построен А потом промышленность разрушилась После как-то это все затихло Спустили на тормоза Вот Но единственное Все-таки больше обратили внимание На сами предприятия Которые, ну, как бы выступили Что надо, чтобы они сами Проводили нейтрализацию Этих вредных отходов Ну, вот так Примерно Такая картина Начало И затем продолжение работы Ну, интересно То, что вы сейчас сказали Наводит на мысль Что те вещи Которые кажутся нам Сегодня приобретением Свободного демократического государства Ну, например Там Свобода идей в архитектуре Или конкурса архитектуры Или Забота об экологии Это вот Родилось Ну, в последние там 30 лет существования Латвийского государства Как независимого Оказывается, это все Родилось гораздо раньше Вы знаете, здесь может быть так Если это взять В 80-е годы То это уже Поздно в какой-то мере Этими вопросами Наверное, надо было заниматься Раньше Видите, тут вопрос Надо отдать должное Может быть Ведь В 44-45 году Закончилась война Многие предприятия Были разрушены И первое, что было направлено Это на восстановление Разрушенных И жилья И промышленных предприятий Вот Это первый И это Я думаю, что это Главная причина Главная причина Что эти вопросы Отошли на второй план На второй план Ну и То, что в Латвии Это Я считаю Это очень даже хорошо Что начали Но если обратиться Где-то на территории Советского Союза Россия, по-моему До сих пор еще Отчищает эти последствия Загрязнения Окружающей среды В какой-то мере Да Это Понимаете Все это Разработать И так далее Это еще не значит Что приступить К реализации Потому что Это большие деньги И к реализации Я сказал бы Так По моим сведениям Начали приступать Не сразу Через лет пять И то это Отдельные Отдельные точки Отдельные точки Поэтому это вопрос Довольно такой Его можно обсуждать И спорить Кто-то может доказывать Что это Более что-то интенсивно Делалось Но так Во всяком случае Такая информация Которую я Как бы помню И могу Как бы Об этом сказать У нас в студии Архитектор Виктор Бенедиктович Римш Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв На рекламу Буквально пару минут Не переключайтесь Радио Болтком Продолжаем программу Очевидец Говорим об архитектуре Об истории архитектуры В Латвии В нашей студии Виктор Бенедиктович Римша Главный архитектор Института Лат-Гипропром И автор Многих знаковых Для Латвии Проектов В том числе И проекта Сигутская Бобслейна Санной трассы Мы говорим О том Как развивалась Архитектура В послевоенные годы И Есть в нашей биографии Такой эпизод Объекта Когда вот туда Я бы подъехал С коллегами Честно говоря Был кирпичный забор И ворота И как бы калитка И вот над ними Возвращались вот эти Скульптурные Изображения Изображения Головки И так далее И тогда С самого начала Мы стали думать Что с ними делать Во-первых Было Когда уже Проект готов Строителям было Настрого Запрещено Вообще Их Как-то сломать Там Чтобы Аккуратно Выпилили бы Вот эти все Как бы Фрагменты Чтобы их использовать Вот Когда мы только Начинали Очень серьезно Об этом Также разговаривали С заказчиком И Когда уже Объект Практически На бумаге Вырасывался Как раз Честно говоря Сразу Идея Появилась Допустим Сделать так Чтобы люди Через Эти Как бы Бывшие Ворота И там Калитку Люди Проходили Проходили Чтобы Они Ну Сталкивались Вот с этим Искусством Скульптора Фольца Это Я считаю Очень удачно Эта идея Пришла А во второй Нише Которая Меньше Там просто Был Как бы Вставлен Симон Этого Энергетического Треста Строительства В виде Какой-то там Электро Такой Это вроде Все Прекрасно Сочеталось Но Если говорить О Фольце Надо сказать Что Во-первых Это не только Скульптор Это прекрасный Организатор Он по существу Организовав Мастерскую Здесь В Лиге Он довел Численность Людей По-моему Где-то До 400 Человек Ничего себе Да И Если так Посмотреть Вот На Бурвале Крещен Валдемара Две школы Да Против Это все Его работы Его скульптуры На Крещен Барона Там Жилые дома Первые Он Он только Занимался Не только Как бы Воятель Как скульптур Но и Как отделки Фасадов Это он тоже То есть Здесь Кстати говоря Даже на Здании Черноголовых Вот там Скульптуры Которые есть Как бы Ну Как сказать Устаревшие Они не могут Устаревшие Там заменили На его скульптуры Это его опять Понимаете Я бы сказал Куда бы Бриди Не пошел Условно Всюду Его Работа Украшение Здания В этом отношении Но он сам Столько Если лично Но под его Руководством Мастерская Он С 1885 Года В Риге По существу Все эти Работы Это было Как бы В царское Время И он Только Умер В 26 Году Уже В Латвии Ну Сколько Там 6-7 лет Он только Уже Работал В Латвии После его Смерти Как бы Возглавила Возглавила Эту мастерскую Его жена Вторая жена Первая Я не помню Она умерла Да Она умерла Молодой Вот И он женился Второй раз Тоже Женщина Как если По описаниям Довольно Энергичная Знающая Вот она Возглавила Эту мастерскую Но Перед войной Поскольку Он сам Из Германии Ему Предложили Вернуться В Германию Они Распродали Здесь Своё имущество И уехали В Германию Все его Потомки Остались Там У нас Есть звонок Виктор Бенедович Наденьте Пожалуйста Наушники Мы сейчас Послушаем Что Радиослушатели Хотят У нас Узнать Добрый день Говорите Мы вас Слушаем Добрый день Вас Как главный Архитектор Волнует Сегодняшняя Богодельня С мусорными Контейнерами Министр Окружающей Среды Хочет Чтобы Столице Была Основная Архитектурная Достопримечательность И чтобы Повсюду Стояли Мусорные Контейнеры Эта Мусорная Проблема Будет Согласована С главным Архитектором Столицы Спасибо Пожалуйста Видите ли Я сейчас В какой-то Мере Не удел Уже И то Что Главный Архитектор Института Ладьи Пропром Это только До 98 Года Далее Я перешел В другие Но По своим Проектам Вот Последнее Время То что я Делал В жилых Домах Я Всегда Предлагал Все-таки Бытовые Отходы В основном Чтобы была Камера Сделана В здании Из нее Вентиляция А для Таких Отходов Которые Стекло Металл Там Пластмасса Чтобы стояли Отдельные Контейнеры Это я Предусматриваю Но решение Сегодняшних Проблем Это надо Сейчас Обращаться Больше В Рижскую Думу Понятно Спасибо За вопрос Немножко Он конечно Не по теме Давайте Вернемся Мы К архитектуре Расскажите Может быть Нам О Проектировании Вот Этой Сигултской Санобобслейной Трассы Почему Вообще Вы взялись За такой Объект Ну Или Это Вот Было Приказание А если Вы не возьметесь То расстрел Или наоборот Ну Это был Такой Вызов Для вас Профессиональный Вам Хотелось Попробовать Севершенно В новом Жанре Для вас Несвойственном Я бы Здесь Так Начал Первое Вообще Это Санобобслейной Трассе Я бы Предложил Отдельную Программу Там Настолько Насыщенная История Вся эта Программа Насыщенная История И так далее Здесь Я могу Вкратце Могу Сказать Заслуга Здесь В первую Очередь Спортсменов Латвии Вот Они ведь До этого Вера Зазуля Чемпионка Мира И Олимпийских Игр Ингрид Амантова Наши Саночники В дальнейшем Это тренеры Допустим Роланд Употник Который Тоже Вывел Команду Бобслейстов Тогда Советского Как бы Союза К медалям До этого Вот Следующий Момент Я бы Сказал Даже В идею Проектирования Санной Трассы Большой Вклад Сделал Сделал Тренер Саночников Это Тилик Вот По существу Это его Идея Вот Расположение Санно-бобслейной Трассы Этого Лотка Трассы Это его Причем Со второй Подачи Немцев Немцы Рассчитывали Только Саму Трассу Именно Саму Трассу Югославы Только Саму Трассу Построили Но Все Остальное Проект Это был Возложен На институт Ладгипропром Он был Назначен Генеральной Проектной Организацией И было Дано Право Выбирать Как Строителей Так и Проектировщиков Зарубежных Вот Ну и там Дальше История Как это Все Строилось Ловим вас На слове Сделаем Отдельную Передачу Про Секутскую Трассу И свое Участие Я тогда Тоже Могу Рассказать И там Участие Многих Людей Еще Я хотела Вас спросить О творчестве Вот Вы Сейчас Рассказываете И о конкурсах И о том Как Обсуждались Проекты Как Вы Как главный Архитектор Там Вмешивались Осуществляли Надзор То есть Давали Какие-то Идеи Или Такие Радикальные Или Локальные Но Сейчас Молодое Поколение Представляет Советское Время Как Эпоху Такого Всеобщего Тоталитарного Давления Когда Все делали Как бы Под копирку Стандартные Дома Главное Дешевле И побольше А качество Как бы Не очень Интересует Архитектурных Решений А то Что Вы Сейчас Говорите Нас Наводит На мысль Что Архитектурная Мысль Очень Даже Била Ключом И Поощрялось Творчество Молодых Архитекторов Ну Вы Пришли Как Молодой Архитектор И Вот Участвовали В этих Конкурсах Как Все-таки Обстояло Дело И Насколько Допустим Ну В такой Брутальной Области Как Промышленное Строительство Было И Находилось Место Для Творческого Полета Ну Сам Я тоже Кончил Институт Факультета Промышленная Архитектура Вот И как Бо Я И занимался Уже Исходя Из Образования Но Надо Учитывать То Что Если Я Скажу О себе Независимо От того Какой Объект Мне Поручали Ну Мой Инструмент Был Будем Говорить Голова И карандаш Независимо От того Что Там Будут Дальше Решать Высшие Инстанции Я Сначала Представлял Объект Так Как Я Хотел Его Это В какой-то Мере Обязательное Условие Чтобы Как Ну В эту Рутину Не Попасть Это Очень Важно Второе Ну В промышленной Архитектуре Действительно Там Жестко Было В основном В основном Панельное Домостроение Сборные Конструкции И чтобы От этого Уйти Ну Или надо было Очень много Приложить усилий Я согласен Ограничения Были большие Очень большие Поэтому От них Нельзя Отказаться Но Все-таки Удавалось Допустим Вот Завод Раф В свое Время Так Ну Там Основной Автор Это Игорь Киселев Все-таки Основные Цеха Все Были Построены В Железобетонных Конструкциях В этих Панелях Типовых И так Далее Но Административное Здание Все-таки Заказчик Пошел На некоторые Это зависело От конкретного Заказчика Ну И Дело в том Что завод Раф Строился Это большие Деньги Большие Поэтому Удалось Как бы Уговорить Что административное Здание Там С актовым Залом И так Далее Он получил Довольно Такой Ну Карт-бланш Да То есть Отошли От этих Стандартов Да Но это Я бы сказал Единицы Ну Что я хочу Сказать Еще Мне в какой-то Мере Повезло Вот теперь Это гостиница Алберта Так А основа Это Раньше Было Был Лабораторный Корпус ЦПК БМА Центральное Проектно-конструкторское Бюро Автоматизации И механизации И вот Первый вариант Еще Был Сделан В панелях Причем Заказчик Говорит Мне не надо Это все Дорого И так далее Но мне повезло В том Что появилась Новая Технология Так называемая Ударная Технология Изготавливания Наружных Панелей Шокбетон Еще Это Называли И вот Я срочно Это по сути Первое Здание Облицованное Из панелей Шокбетона Которые Я сделал Пришлось Там Конечно Поизучать И поэтому Все эти Панели Разработать И В основе Вы видите Там Вот это Там уже Не панели А такая Как бы Ячейки Из этого Шокбетона Сделаны Ну Это можно Посмотреть Каждый Может увидеть Мне В какой-то Мере Вот это Повезло В этом Отношении Ну Поэтому Далее Здание Было Построено Но В наше Время Это Здание Купили Как Боится Владельцы Гостиницы И Они Заказали Проект Реконструкции Фирме Архис Вот А ваше Авторское Право Разве Не соблюдается В этом Видите Нет То что Там Отметил Даже В статье В журнале Что Основное Здание Проектировал Институт Ладди Пропром Моей фамилии Там не было Вот Ну Как бы Это Понимаете Сейчас В какой-то Мере Сплошь Рядом Ну Не обращаются К авторам Предыдущих Лет Вот Вступать В какие-то Пререкания И так далее Я считаю Это не стоит Мое мнение Вот Ну то есть Получается Что Архитекторы Работали Творили Они создали Свои Ну Произведения И Получается Что Новая Ну Как бы Генерация Людей И политиков Вообще Сделали Из этого Какую-то Могилу Неизвестного Солдата Дело в том Что Зависело От Конкретного Заказчика Тот же Самый Допустим Профтех Училище Дальраде Сейчас Оно Немножко По-другому Называется Тоже Заказчик Пошел Навстречу Архитекторам Именно Пошел Навстречу Нашел Определенные Как бы Условные Резервы И так далее Ну Это Вы говорите О первой Строительстве Я сейчас говорю Об авторском Надзоре Понимаете Получается Что Ну Вот После Трагедии С Максимой Да У нас Вдруг Ответственные Институции Озаботились Этим самым Авторским Надзором Стали искать Авторов Мостов Там Вантового Моста Автора Еще Живого Нашли Где-то В Киеве Да И начали Там С ним Что-то Согласовывать И так далее То есть Касательно Каких-то Таких Крупных Инфраструктурных Проектов Совесть Проснулась В отношении Авторов И Стали Как-то Каким-то Образом Вспоминать О том Что такие Люди Были А касательно Других Объектов Получается Что этих Людей Не было Нет Почему Я вел Авторсти По всем Своим Объектам Я вел Авторсти Надзор С тем Чтобы То Что Было реализовано Было реализовано Если уже Панель Была заложена В проекте То ее уже Закладывали Вот Но Нужно было Все-таки Смотреть Хотя бы За качеством Как там Швы заделываются Чтобы это Чтобы это Даже панель Не было Хотя Честно говоря Бывали случаи Когда Строители Грешили Очень Вот В этом Отношении Авторсти Надзор Конечно Выправлял То Что Можно Выправить Было ли Это Панельное Здание Или Допустим ЦПКБ Вот это Шокбетонными Панелями Кстати Там Строители Постарались Честно говоря Нареканий С моей Стороны Когда Это Строилось Не было Поэтому Авторсти Надзор Был Ну Это В период Строительства Я имею Ввиду Сейчас То есть Здание Которое Построено Вашими Коллегами И вами Они Стоят Но Их Авторы Во многих Случах Остаются Безвестными Ну Вот Я Недавно В Гайлизерс Заходила И там Висит Мемориальная Табличка Здание Построено По проекту Такого Строило Строительное Управление Такое Директор Такое Ну То есть Это Вот Как бы Отсылка Такая Все Таки К людям Предыдущих Поколений Которые Возвели Это Которые Оставили Это Потомкам И хотелось Бы Чтобы Таких Табличек Было Больше Вы знаете Это Зависит Много От Заказчика Именно От Заказчика Потому Что Ну Как бы Навязывать Своё В советское Время Это Не было Принято Честно Говоря Единственное Ставили Там Памятные Плиты Ну Очень Выдающимся Как бы Людям Там Писателям Каким-то Поэтам Артистам Даже И так далее Но Архитектура Сколько я помню Применение Одной Таблички Никому Не было Поставлено Может быть Я не знаю Было Если бы Вы Выбирали Объекты На которых Вам бы Хотелось Чтобы табличка С вашим Именем Красовалась Вот Какие Объекты Вы считаете Может быть Для себя Такими Наиболее Значимыми Ну Стадион Даугова Западные Трибуны Теперь Там Построены Новые Южные Северные А на тот Момент Реконструкцию Западных Трибун Это мой Проект Я бы Сказал Последний Проект Пока я Был Главным Архитектором Строительного Отдела Вот Это Могло Быть Если Говорить О Санной Трассе Там Я считаю Должна Быть Табличка Быть Что Генеральная Проектная Организация Влад Гипропром Сейчас Там Просто И даже В интернете Написано Проектировали Немецкие Специалисты Строили Югославы Без Нашего Института Без Наших Специалистов Строителей Ни Югославы Ни Немцы Не Построили Неба Вот Поэтому Если Будет Передача Отдельная Я О многом Расскажете Да Есть Нюансы Которые Интересные Которые Даже Неизвестны Я Я Начинал С самого Начала До Последнего Винтика Вот Вот так Всего Два Объекта Вы Себе Записываете В Анналы Нет Ну Допустим Ригас Модес Этот Объект Если бы Он был Построен Так Как Был Задуман По Конкурсу Я бы Сказал Да Хотел Но Сейчас Он Есть Нет Это Как Бы Так Далее Кстати Ригас Модес Вот Эта Лестница Там Винтовая Это Я Сам Расчертил Все До Последнего Миллиметра Инженеры Только Просчитали Устойчивость Вот Этой Несущей Конструкции Ну Это Так Вот Допустим Затем Но Мои Объекты Еще Так Называем Ригас Абдерпс Предприятие Это Там В районе Минска В Пурс Им Ну Кстати Там Вот там Все В панелях Сделано Разве Только Кипичные Эти Стены Там Из кипича И Административное Здание Было Начато Тоже В шокбетонных Панелях Здесь Может быть Я отвлекся Бо От архитектуры Меня интересовало Допустим Вот Ригас Абдерпс Чем они Конкретно Занимаются Ну Они Допустим Сказали Вот Мы Шьем Мужские Сорочки Вот И Показали Мне Образцы Модные И так Далее Я говорю Почему Почему-то Вот Вы Мне Показывается Модные Это Все Да А А вот Чьете Вы Которые Допустим В прошлом Году Уже Были Они Знаете Что У нас Требование Когда мы Разрабатываем Модель Мы Эту Модель Должны Отправить В Москву На Согласование И Москва Держит Иногда По Полгода А то Год Пока Согласует И Когда Они Согласуют Модель Она Уже Устарела Вот Это Понимаете Это Общая Танденция Зацикливания На Москву Я Что Это Принесло В какой-то Мере Большой Вред Ну Сейчас На Брюсселе Зацикливаемся Понимаете Вот Вот Такие Вещи Хорошо Сегодня В программе Очевидец У нас Был В гостях Виктор Бенедиктович Римша Вот Как он Сам Сейчас Перечислил Свои Такие Знаковые Объекты Автор Западных Трибун Стадиона Даугова Автор Ну Руководитель Института В период Строительства Ганн Сан Бобслейной Трассы В Сигулде Здания Ригас Могондес Заводы Ригас Аблис И наверное Других Заводов Но Дзинтарс Можно назвать Да Дзинтарс Лабораторный корпус Дизельостроительного Завода Мы еще не поговорили О том Как вообще Происходило Проектирование Потому что Когда смотришь На даты Проектирования Строительства Иногда Просто Охватывает Удивление Поскольку Это Происходило Все довольно Стремительно И Ну С точки зрения Сегодняшнего Строительного И проектировочного Процесса Это Кажется Прямо Ну Я не знаю Сенсацией Потому что Сейчас Само проектирование Длится годами А то и Десятилетиями Вы там Умудрялись За Там Два-три года И спроектировать Большое Масштабное здание И его возвести И сдать в эксплуатацию Но об этом Мы наверное Поговорим в следующий раз Мы анонсируем Сейчас передачу О строительстве Сигулской И санна Бобслейна Трасса О людях Которые были причастны О том Как искалась Отыскивалась площадка Как проектировался Рельеф И так далее И так далее Виктор Бенедиктович Это все Подробно Зафиксировал В своих документах В своих архивах И мы Обратимся К этим архивам В следующий раз В передаче Очевидец В следующий вторник Включайтесь Следите за Нашим Разговором А Сейчас я Хочу с вами Попрощаться Людмила Прибыльская Провела программу Звукорежиссер Студии Евгений Копеин И у нас в гостях Был Виктор Бенедиктович Римша Спасибо Виктор Бенедиктович Вам большое За участие Спасибо Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова